МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мировой рынок цифровых решений и продуктов не стоит на месте. Еще пару десятков лет назад персональный компьютер, операционная система с логотипами, возможности ввода команд с помощью компьютерной мыши, накопители информации на гигабайт были невиданной роскошью. Сегодня мини-компьютер в кармане имеет за редким исключением каждый житель стран, уже развившихся и еще находящихся на пути ко всеобщему счастью. Потребителя продукции и разработчиков IT-решений сегодня сложно удивить. Рынок же не может стоять на месте и ищет новые предложения. Для консолидации лучших в казахстанской столице создали IT-хаб. Там разработчики со всей страны могут предложить свое видение будущего цифровой индустрии. Отрасли абсолютно разные. Наше пожелание, конечно, больше развивать социальные какие-то отрасли. У нас есть в целом и проекты в сфере образования, в сфере безопасности, в сфере здравоохранения. Но все же мы замечаем такую тенденцию, что стартапы больше акцентируются на интернет-продажах. Процентом соотношении проектов именно в этой сфере больше. «Астана Хаб» сегодня снискал огромную популярность среди отечественных создателей информационно-технологического продукта. От желающих привнести что-то новое в жизнь соотечественников до что уж там. И жителей планеты отбоя нет. На сегодняшний день более 150 команд. Они поделены на определенные этапы обучения. Это инкубация, это акселерация. То есть есть каждые определенные программы. На сегодняшний день мы четвертую программу акселерации начали. Она начала свой отбор. То есть с 1 апреля мы запускаем официально четвертую акселерацию, в которой будут уже более детально, более точечно обучаться. И вот решениями казахстанских разработчиков заинтересовался и сам Билл Гейтс. Опосредованно, конечно, но факт остается. Мировой гигант пришел в Астана Хаб, чтобы воочию убедиться в немалом потенциале его участников. Инициативы, которые в Казахстане развиваются, они очень интересны. Мы знаем много из них. Цифровизация Казахстана как общий проект – это одна из самых главных тем. Мы уже сегодня видим, что эта тема важна, потому что много наших заказчиков про эти темы говорит. Очень активно все эти темы с нами развивает. И развитие всех этих тем, связанных с развитием страны, бизнеса, экономики в стране, зависит от того, как компании в Казахстане будут развивать технологии. Факт того, что гиганты IT-индустрии интересуются работы Астана Хаба, не может не вызывать гордость за отечественную индустрию создания цифровых разработок. А за Майкрософт внимание на центр, где рождаются IT-новинки, обратят и другие, не менее известные в мире, но тоже страдающие сегодня от недостатка инновационных предложений компаний. Администрация Астана Хаба, создавая условия для стартапов, в первую очередь хотим, чтобы они, как говорится, приблизились к лучшим компаниям в IT-рынки и начали учиться у них. Будут ряд программ, как и обучающих, так и мастер-классов каких-то, будут совместные программы со стартапами. Самая большая наша задача – это дать условия для того, чтобы они могли сотрудничать совместно, то есть сделать какие-то общие проекты. Мировые гиганты ли IT-индустрии или небольшие компании, информационными технологиями не занимающиеся, но нуждающиеся в приложении для телефона, сайте или конечные пользователи ждут от разработчиков одного – качественных решений конкретных задач, удобных, которыми можно пользоваться здесь и сейчас, и желательно без багов. Первое – это цифровизация или трансформация внутренних процессов в каждой организации, даже это бизнес или это государство. Второе – это подключить или активировать продуктивность людей, как и устройство технологическое, дать людям в руку или на стол, чтобы они быстрее и эффективнее могли и задачи разрабатывать. Третий блок – цифровизация и трансформация подхода к заказчикам. Четвертая область, которая очень важна, это цифровизация или трансформация продукта. Цифровое все активнее входит в нашу жизнь. Без него сегодня, как без рук, ну, по крайней мере, очень сложно. Мир, где скорость решает все, уже почти требует от разработчиков работать еще плодотворнее. А все подробности цифрового настоящего и будущего вы традиционно сможете узнать в программе «Цифровой Казахстан». Редактор субтитров А.Семкин